здравствуйте дорогие друзья с вами валерий бавсуновский долго думал писать это видео или нет но все-таки решил написать значит смотрите школе для начала учитывая что видео могут смотреть совсем новички вот вы когда переходите на сайт spb-tut.ru попадаете в школу python жанга если вы увидите то здесь есть практика пайта но п конечно же при получении доступа вы получаете и доступ к самым первым уроком где понимают дети шести лет python то есть вы просто повторяете и по видео уроками и все и потихонечку начинаете программировать сегодня я вот сейчас сформулирую цели этого урока это эффективное запоминание языков то есть по сути дела так вот сначала закончу эту мысль то есть мы дальше развиваем язык то есть по этому п и вот сейчас мы допустим в данном этапе перешли к очень сложным вещам просто магические методы по этом это то что метод с двумя нижним подчеркиваниями я их разделил на категории и мы начали проходить при этом приведем примеры а потом уже перейдем к основном уроку к основному уроку да вот что значит человек отметил то есть по ходу когда мы перешли к пайтону о п именно к применению методов с двумя нижними подчеркиваниями пошли мы по порядку после первого ответа я посчитал нужным сказать обязательно ребят подумайте над тем как вы запоминаете материал я хочу в этом курсе поделиться своими наработками как это делать правильно и для начала приведу пример кроме видео уроков в школе есть дополнительное обучение которое идет в группе заключается она в том что я ставлю вопросы то есть сначала я дал осознать что мы сейчас будем делать то есть мы должны изучить весь комплекс методов двумя нижним подчеркиваниями которые есть в пайтон что писать действительно классный сложный код производительный и пошли мы по шагам теперь обратите внимание есть такой маленький момент точно то что сейчас контексте это просто она попала в контекст данный момент но это на самом деле будет относиться ко всему в данном случае просто получилось так что мы начали рассматривать new и и нет при этом и нет мы рассмотрели ранее а теперь давайте перейдем к такой важной вещи как само запоминание ну будем считать будем считать что это области это язык python это язык котлин при этом на месте котлина может быть абсолютно любой другой язык а мы с вами сейчас попробуем сформулировать важные вещи значится запоминание языка так прошу не цепляться ни к словам не к этому ник написанию я просто хочу изложить идею вот как мне удается работать с многими языками и так ребят смотрите первый способ который как правило применяется университетах люди просто зубрит до большинстве своем почему так происходит потому что как правило большая большая часть программы она не интересна то есть давайте поставим так интерес это нормально не может быть все интересно человек в принципе как я в свое время говорили у нас так стал за дипломом ну вот проучился четыре года получил этот диплом который сегодня лежит так вот интерес это идет первое ребят то есть если я так понимаю вы изучаете язык то вам уже интересно мы хотя вот смотрите ребят вы конечно можете набрать там запоминание материала методы запоминания материала так но на английском то есть вы найдете кучу информации как правило большинстве своем эта информация будет примерно схожа и большую часть люди осознают но применять не могут я вот я хочу сосредоточить внимание на том как это применять ребят самый простой способ который я вывел за эти годы это конкретно в мире программирования это изучение двух языков ну вот давайте я вам покажу смотрите когда я задавал задание сергей асачи вот человек который занимается очень серьезно кстати он пишет на двух языках в течение пяти месяцев начал писать уже на пайтон на котлин и начал писать интересные классы вот поэтому я и обратил внимание что сереж поработай над тем как ты воспринимаешь материал и это очень индивидуально ребята все есть общее да все общее но каждый из нас как-то запоминает материал каким-то своим способом для этого надо вот что сделать сядьте не сядьте а вернее вот посидите и подумайте прошлую неделю вспомните все события которые были но не важно там поход магазин вы заметите что часть событий как бы запомнилась сама сама собой а часть событий в принципе вылетела вы о них и не помните абсолютно верно в первую очередь этим влияя на этом работает интерес и внимание то есть по сути дела по сути дела по сути дела то что нам интересно интересно и чему мы уделяем внимание потому что это выглядит для нас ну интересно то мы запоминаем как бы само собой для нас не требуется никаких усилий так вот но в программировании есть маленький момент вот смотрите зачастую вы в методах запоминаниях увидите как правило когда если будете знакомы с этой тематикой то увидите что построение цепочек выделение главных так вот выделение главных вещей это и есть основное например когда мы взяли первый пункт методы построения и инициализации он так и называется то есть по сути дела до этого мы проходили метод и нет который именно и отвечает за то чтобы передать параметры да или как параметр называется kotlin аргументы в python и давайте мы прочитаем вот вот это вот это вот вот эту вещь основное различие между этим двумя методами заключается в том что new обрабатывает создание объекта и нет обрабатывает инициализацию объекта во время создания экземпляра эти два метода небольшие различия и так далее и так далее по сути дела чтобы запомнить действительно этот материал нам надо всего лишь отталкиваться от чего-то если и нет это в python очень известный метод которому уделяли времени то есть он применяется везде для того чтобы были переданы аргументы да сейчас секунду сейчас секунду 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 давайте перейдем старту оп в магические методы python я вот сюда добавляю это ссылки на груз конструктор и нет это просто как пример да берем быка за рога где я задавал вопросы мы рассматривали вы найдите объясните что такое конструктор и не так далее и так далее и дальше пошли объяснения в конце концов мы все выкопали и разобрались с и нет да по сути дела на выходе если человек читал то если мы вот тут сколько за передали записали аргументы и применяя когда мы применяем и нет то вызывая экземпляр класса мы уже можем просто поставлять данные эти аргументы будут переданы вот это его задача понимаете когда мы изучаем один язык у нас нечем сравнить то есть давайте сначала для начала запишем очень важный момент при изучении языков сравнение вот смотрите вот это основное то что дает вам двигаться быстро и уверенно если вы внимательно почитаете ничего что мелко написано воспринимайте на слух то есть основное различие между заключается обрабатывает инициализацию объекта во время создания экземпляра на самом деле здесь надо выделить слово я сейчас буду опять же это задавать вопрос ребятам то есть чем эффективно это обучение потому что мы берем главное задаю вопрос я понимаю что в данный момент ребята должны обязательно сравнить Python и Kotlin так как как проходит инициализация и когда человек начинает разбираться с тем же понятием инициализация она это опять же контекст это не то что она есть во всех языках то есть само понятие надо разобрать ну как разобрать самое проще разобрать когда мы посмотрели это в Python когда мы посмотрели это в Kotlin например да то есть как происходит инициализация что такое инициализация то есть по сути дела это подготовка объекта к работе да когда он начинает быть виден а здесь мы видим допустим val x равно 1 то есть в Kotlin объясняется просто да что так как типы данных не обязательно должны быть объявлены но как только мы поставили единицу то есть Kotlin сам инициализирует объект то есть подготовит к работе так как число 1 это есть число то есть Kotlin определит что это тип int но поскольку она инициализируется целочисленным числом то есть мы начинаем воспринимать слово инициализация если мы можем обратить на это внимание совершенно в разных ракурсах то есть увидели как это в Kotlin увидели как это в Python и нам понятие инициализация становится очень близким и понятным при этом мы начинаем четко в голове представлять что это за понятие вообще в языках по сути дела с этого момента нам совершенно не важен какой язык потому что инициализация тех же переменных есть абсолютно в каждом языке ребят вот тут очень важный вывод сам метод и заключается в изучении двух языков по минимуму вы знаете если 8 лет назад мне сказали что Валера изучает два языка наверное я бы ответил как многие из новичков хоть бы тут один выучить но это очень неправильное осуждение значит смотрите на самом деле если вы начинаете учиться одного языка то вы очень много теряете а теряете вы следующие пункты во-первых при начале при начале изучения языка у вас стоит барьер который в принципе трактовать можно так а смогу или а смогу ли я вообще выучить ребят ну школа работает с 2013 года например когда человек проходит уроки там на про 365.net скажу сразу да там начальные грубо говоря понимают дети шести лет и человек проходит я просто к примеру показываю да так стоп я не туда нажал человек проходит уроки просто проделывает повторяет и он уже начинает понимать что такое там тип данных что есть тип данных словарь список кортеж но на самом деле у новичка это еще то что начали писать все это факт да и то что в школе начали программировать многие многим я дал путевку жизни потому что в первую очередь стал сдать чтобы человек не бросил язык да так вот но на самом деле этот барьер он вымышленный вот смотрите когда есть определенная методика которую впервые в принципе я благодаря многим нашим ребятам таких как Сергея Сачи применил на сайте изучения котлин хоть школу начал в 2013 но это я применил по моему конец 2017 начало 2018 года заключалась она в следующем если допустим посмотреть курсы котлин то мы можем заметить что идет сначала объявление переменных а потом идут бас работа с функциями бас там уже юнит потом базовые типы потом бас классы почему это потому что я знаю несколько языков и просто я для себя понимаю что так изучать язык правильно может ли это запутать нет не может почему так правильно смотрите ребят если когда-то я спрашивал себе вопрос что мы делаем когда пишем программу я себя что я делаю я сказал себе я пишу функции функции когда я пишу классы когда я пишу классы я в них пишу методы но ведь метод это и есть функция только просто просто напросто в классе для удобства метод функция названа методом так вот если мы смотрите если мы начинаем раздробленно изучать язык хотя для начала наверное так и надо вот как дан на просто 65.net то есть по принципу разложения потому что нам надо подвести человеку к осознанию языка сейчас это очень важная мысль ребят осознанию языка так вот смотрите а что будет если действительно взять следующее вот это у нас функция функция в принципе это рабочая лошадка в большинстве языков если мы изучим начинаем изучать методы но в пределах функций то есть мы написали функцию и изучаем какой-то тип объекта ну например строка как там выделять и на самом деле в этот момент мы начинаем тренировать действительно реальный язык то есть это самый близкий момент при изучении когда действительно язык дается эффективно то есть и мы нарабатываем написание функций а мы понимаем что функция это и есть то есть сама программа с определенными вещами которыми она делает с другой стороны мы продолжаем изучать язык в пределах функций то есть если мы хотим изучить например тип данных там строка да строка то мы сначала пишем функцию а в пределах функции пишем строку и нечто там сделаем добавляем удаляем это неважно сейчас идет теория но самое главное что у нас постоянно присутствует ощущение того что мы действительно учимся программировать мы начинаем понимать функции то есть мы учимся писать реальный код но смотрите есть важный момент который зачастую теряется да вот этот барьер смогу ли я выучить язык на самом деле язык сам по себе состоит из небольшого количества частей ну давайте подумаем да ну по сути дела все языки стоят возьмем по Python да встроенные типы объектов да в Python там есть надо же как то выделять числа строки да кортежи словари кортежи и так далее их немного но в Kotlin есть тоже строки но только там называется массив строк но ведь разницы то нет и там и там строки и там и там действия с определенной последовательностью при которой можно выразить символы так вот если вы будете проходить уроки от простого к сложному то вот этот вопрос на самом деле обычная страшилка его можно вообще сразу убирать то есть он некорректен и не надо его бояться сразу надо идти снимать этот барьер когда мы изучаем два языка два языка да когда мы изучаем два языка то вот этот барьер вообще снимается вот давайте я приведу пример на спб я собрал вот хотите стать программистом читайте собрал некоторые вещи которые в принципе ну почитать подумать вот здесь человек пишет что его в банк взяли он начал со школы ой найду я сейчас посмотрю в общем человек написал что был страх изучение двух языков но взял как то и начал и действительно начал писать ладно уберу пока так вот когда мы начинаем изучать два языка у нас начинается сравнение в чем заключается здесь роль преподавателя в данном случае моя роль да то есть если первой моей задачей для того чтобы допустим освоить вот эту сложную тему на самом деле она не так сложна если ее разложить так как я сделал я разложил все методы ООП по категориям по категориям для этого мы сразу себе значит разложение да разложение материала то есть мы сразу запоминание когда у нас материалы разложим по категориям то в принципе мы можем понять и допустим если мы обращаемся к первой категории построение инициализации тут всего то что три метода с нижним подчеркиваем ими init new и дел то понятно что мы это запомним второй момент что задача преподавателя в данном случае моя вот как я сделал то есть если первично я поставил вопрос что вопрос звучал немножко раньше то есть что это такое чем отличается new и init и я вот вижу ответы то есть я ставил вопросы теперь моя задача заострить внимание в данном случае человека который делает а делает сейчас я вижу сергей асачи значится на инициализацию то есть в данном случае для меня важно чтобы он разобрался разобрался если я знаю что он очень четко разобрался с init да с init обрабатывается инициализация объекта да и я знаю что он это проделал он работает с Kotlin с Kotlin но сейчас основная задача и Сергей если вы слушаете то запомните проделайте сейчас реальные примеры в Kotlin да от вас будет сейчас следующее задание что а вот так инициализируется объект в Kotlin да при этом действия если заметите в Python и в Kotlin будут одинаковые но просто записываются по-разному но наша задача что сделать чтобы инициализация объекта в данном случае она запомнилась и тогда тогда у нас соблюдается все правила то есть действительно когда мы работаем с двумя языками нам становится интересно ведь мы пишем мы создачем внимание здесь очень еще важный момент спокойно спокойно разобраться то есть ребят взяли одно понятие и разобрались вообще язык всегда изучается в первую очередь тем что мы можем выделить главное в данном случае опять же это пример если сначала я выделил главное по категориям теперь мы начали изучать сами методы при этом методы звучат это методы построения и инициализации да то есть для меня когда я читаю слово инициализация для меня у меня уже сразу срабатывает автоматом то есть я об этом не задумываюсь я понимаю что такое инициализировать объект то есть подготовить к работе я мысленно вижу как это сделать Kotlin как это делается в Python при помощи init то есть у меня это уже на визуальном уровне но прежде чем это стало на визуальном уровне я написал много кода поэтому дописываем еще одно сюда писать код ребята и писать код это краеугольно писать код писать код но вот здесь идет сравнение то есть писать код в двух языках когда мы начинаем писать код в двух языках то у нас появляется такая вещь как ученик школы Александр Ситушкин называл это наверное наиболее правильно осведомленность о устройстве языка так вот смотрите я не буду искать сообщение Александра я его перескажу Александр когда-то пришел в школу начал изучать Python начал сразу там с программы помню написал некую там игрушку потом я увидел что он изучает Кодлина а потом написал что я вот уже пишу программу на Java и описывает в принципе я когда изучал Python я работал со строками ну то есть вот то что мы пишем это и есть строки когда символы расположены слева направо определенной последовательности это вот и есть строки я говорю так грубо да но говорит дальше я знал что в Python есть строка значит строка должна быть в Java но там она называлась массив строк но при этом он разобрался то есть когда мы изучаем один язык у нас есть уже осведомленность об устройстве языков но ребят когда мы изучаем просто один язык нам не с чем сравнить наше обучение идет намного медленнее когда мы же мы начинаем сразу изучать два языка тут главное преодолеть страх не надо ничего бояться просто на знаете как как вот по принципу глаза боятся руки делают ведь если посмотреть те же ресурсы тот же Kotlin здесь же тоже идет все с нуля здесь же тоже все идет с нуля то есть базовый курс Kotlin он тоже с нуля и перепутать здесь ничего нельзя и но когда мы и здесь я привожу примеры сравнений с Python да но когда мы начинаем писать код на Kotlin и на Python у нас невольно возникает сравнение ах вот как это делается здесь и само понимание тех же типов данных той же инициализации тех же особенно я бы хотел сказать типов данных потому что как правило новичок когда начинает изучать типы данных там Python ну например там он пишет я взял любой код да это сейчас мы пишем социальную сеть над Django это не так важно то есть смотрите для новичка вот у меня когда был прорыв вот я расскажу про себя я изучал изучал Python и однажды вот я начал работать Django и вдруг взглянул в файл настроек и смотрю вот вот одна апостроф да то есть и вторая и я говорю то есть одинарная кавычка это строка Тогда у меня был прорыв, то есть я увидел, что вот так используется уже строка. Для меня это было не просто одинарные кавычки, для меня это уже в тот момент стало типом данных. И строка эта расположена в списке, потому что я для себя понимал, что Python использует квадратные скобки для списка. То есть в списке это список из строк, где они разделены запятыми, но это просто название в данном случае мельдвер-классов промежуточных. Но сам факт, понимаете, но когда мы изучаем только один язык, мы просто понимаем нечто. Но как только мы начинаем изучать два языка и увидели строку там и строку тут, то есть открыли, допустим, тот же Kotlin, и начинаем писать на Kotlin. И CTR string, то есть просто строка записывается в Kotlin по-другому, string. Но ведь в Python она тоже называется string. Просто Python это делает за нас, и зачастую, изучая язык с динамической типизацией такой, как Python, мы не задумываемся вообще, особенно в начальном этапе, о типах, как они называются. Ну, строка и строка, но на самом деле она называется так же string, только просто это не нужно записывать, потому что Python все делает автоматом. Kotlin сам по себе такой язык, что он работает, сам определяет типы, но все-таки мы их записываем, да, хотя он может автоматом определить, если мы как рассматривали пример, допустим, поставили значение по умолчанию единицу, то есть Kotlin определил, что единица это число, значит тип интежер, то есть число, да. И когда вот это заострить внимание, как только мы начинаем изучать язык с динамической типизацией и со статической типизацией, мы достигаем очень важного результата. Мы начинаем сравнивать и уже действительно более глубоко осознавать типы. А ведь какие бы мы не писали функции, но мы работаем с типами, со строкой, с числом, с другими типами, как в Python, там, с кортежем и так далее. Мы именно пишем программу, используя определенные типы. Но осознавание этих типов идет, опять же, с двух языков намного быстрее. Так вот, если начать, сейчас очень важный момент, ребят, с изучения двух языков, то у нас начинается такой процесс в голове сам по себе, как осведомленность об устройстве языка. Изучая один и второй язык, со временем мы легко в голове уже можем представить, что на самом деле каждый язык имеет типы, которыми и, как это правильно сказать, фигурируют, нет, 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 которые используют при написании какого-то, при написании кода. То есть мы используем там список, когда много чего добавили на строку. То есть в данном случае это строка, да, но она содержит в себе и путь, и название модуля, которое нечто делает, да. То есть, ну, записан как строка, а что это для нас значит? Что просто строка это передносим волос слева направо определенные последовательности. Мы четко понимаем, что в строке они не припрыгнут. Поняли, да? Это важный момент. Может быть сложно объясняю, но хочется объяснить. Так вот, вот это понимание осведомленности языке, это процесс небыстрый. И он идет у человека в процессе, как он изучает вот эти два языка. Он посмотрел типы в одном языке, во втором, он написал функцию в одном и втором языке, она по-разному записывается, но принцип один и тот же. И там, и там есть функция. Но именно когда он начинает изучать два языка, вот допустим, когда я начинал в 2009 году, ну, функция и функция. Это потом, намного позже я узнал, что функции бывают первого уровня, и так далее, и так далее. И сегодня, если мне надо написать на каком-то языке, я открываю, а что из себя представляет функция в этом языке. Вот допустим, если в JavaScript там написано, что здесь функция, это функция первого уровня, мне опять все понятно. Но ведь я бы этого не знал, если бы я не изучал других языков. Поэтому, если вы изучаете два языка, ребята, то вы начинаете сравнивать. У вас появляется осведомленность об устройстве языков, и вы начинаете, по сути дела, идти к тому, что вам все равно будет писать на каком языке. Все равно. Это очень важно. Но вот это вот все равно, то есть, по сути дела, когда вам надо третий язык, вы его не учите уже полноценно. Вы просто быстро смотрите, а что из себя представляет язык, и сразу на нем пишете. Вам, так как большинство понятий, такие как там, допустим, инициализация, я говорю, к примеру, переменные, типы данных, типы объектов, сами объекты, у вас все эти понятия уже есть в голове. Но эти понятия есть во всех языках. Так вот, изучение двух языков, это и есть заложить эти понятия. И чтобы прийти к этому все равно, то есть, по сути, третий язык, вы уже просто смотрите. Для этого надо изучать два языка. Наша основная тема была эффективное запоминание. Мы сначала посмотрели, что есть интерес, но поверьте мне, когда вы сравниваете два языка, вам действительно интересно, потому что сам по себе вопрос встает, ага, а вот как здесь это работает. Внимание у вас затрачивается, вы сосредотачиваете внимание, потому что, хочешь не хочешь, когда вы сравниваете два языка, они записываются по-разному. И здесь не надо, главное, бояться, что вы запутаетесь. На самом деле, это всего лишь синтаксис, который написал раз, два, три, и хочешь не хочешь, запомнишь. А вот понятие вынесет, что функция есть там и там. Поэтому, главное, ребята, не бояться и писать код. Так вот, есть еще очень важный момент, который влияет на запоминание. Я его называю личный опыт. При этом, я неплохо продаю, и делал обучение, но как-то меньше им люди интересуются. На самом деле, личный опыт и есть основной принцип продаж. Когда человек, если пришел на ваш сайт, и он чему-то научился, конечно, он это купит. Но здесь не в этом дело. Сейчас, в первую очередь, когда вы пишете именно на двух языках, вы приобретаете личный опыт. По сути дела, получается, вы для себя покупаете вот это интерес и внимание. Почему? Потому что личный опыт, он ведет за собой такую вещь, как понимание. Понимание само по себе и дает вам силы. Когда вы осознаете, что вы действительно понимаете то, что делаете, у вас появляется действительно энтузиазм. Этот энтузиазм мы используем для следующего шага, для следующего продвижения. Но зачастую люди забывают простую вещь. Я об этом говорил, но вернусь сейчас к этому же. Понимаете, нельзя упускать осведомленности, ну вот этот процесс осведомленности об устройстве языка. Почему? Потому что рано или поздно вы язык выучите, но вам все равно понадобится еще какой-то язык. И тогда, допустим, вы затратили, сейчас важно, ребята, один, два, пусть там три года, четыре, да, уже язык изучаете. И вы понимаете, что вам надо еще какой-то язык. И только через четыре года вы начинаете переходить к процессу осведомленности. То есть вы потеряли время. Если вы послушали меня, я думаю, что многие послушают, и начнут изучать сегодня два языка, то процесс осведомленности и понимания языка начнет становиться у вас в правильное русло с первых шагов. значит, ваш личный опыт, ваше понимание будет намного ярче. У вас будет действительно понимание, но кроме этого у вас будет осознание, осознание на реальном опыте. Осознание на реальном опыте, как работает язык. Ребят, смотрите, вы можете читать сколь угодно. Сейчас переходим к сути. Я вам помните, набирал в начале, что методы запоминания. Вы их найдете много, но в основном все они описаны более конкретно, но больше напоминают философию. Я же вам рассказал то, что я бы на вашем месте делал. То есть, да, все сводится к написанию кода. Это основное. Вторая вещь, что это изучение двух языков. То есть, это уже чисто практически. Если вы берете и учите два языка, это уже практика. Все остальное уже делается у вас на автомате. Интерес, он в любом случае поддерживается, потому что, например, мы работаем в Kotlin, а Kotlin это язык, по сути дела, простой Java, да, но вы его будете использовать в Android Studio и писать Android приложение. Мобильный рынок сегодня игнорировать нельзя, потому что все, что бы ни происходило, оно превращается в мобильное приложение. Это круто. Python вам дает всю серверную часть, то есть, и на Python вообще написать можно все или практически все. но Kotlin вам дает это легко подобраться с Java и в конце концов выйти на Java и в результате вы будете идти в правильное направление, потому что такие языки, как Java, который вообще занимает первое место, Python, который используется и Kotlin, то есть, у вас и мобильный рынок, и веб-рынок в кармане, и при этом вы не теряете интерес. Поэтому моя задача была, не знаю, моя задача до кончу мысль, было показать, вот как я использую, как я рекомендую использовать вот это вот запоминание. На самом деле, практически, это первое, изучение двух языков. Мы с вами рассматривали, ранее я рассказывал, почему это важно, потому что потому что у нас должно идти осознание языков на реальном опыте. отпадает такая вещь, как зубрежка, да, потому что, ну, нет смысла. Почему нет смысла? Потому что язык, это умение правильно писать на языке, это пользование справкой. Ребят, смотрите, особо частые операции, ну, например, в Жанго, там, вы постоянно будете создавать модели, вот как мы создаем, понятно, что все эти вещи вы запомните. Поля foreign key, char field, slough field, image field, text field и так далее. Они запоминаются, потому что вы часто используете. Ну, как только вы хотите что-то делать, я всегда говорю, что знание языка это умение пользоваться справкой. Поэтому, второе, я рекомендую делать для себя шпаргалки. Это раз. В проектах я рекомендую для этого использовать Mark Daven. И есть уроки Mark Daven, то есть мы можем делать для проекта записи и использовать. Но самое важное, когда вы изучаете два языка, у вас начинает докапливаться опыт, то, что нету новичка. Это правильно задать вопрос. Для того, чтобы правильно задать вопрос, этому тоже надо на самом деле учиться. И для этого, допустим, важно быть в школе, потому что вы постоянно получаете сообщения по почте, видите, как спрашивают другие, как отвечают другие, то есть идет постоянное общение. то есть, а на самом деле, читая каждое сообщение, у вас идет процесс какой, а вы начинаете осознавать, как задать вопрос, потому что люди, новички, я вижу, им очень трудно сформулировать. И этот процесс иногда идет аж до полугода. Но когда человек постоянно читает сообщение, у него наконец-то начинает формироваться правильно задать вопрос. А правильно заданный вопрос, это, конечно же, быстрый ответ. Так вот, изучение языка это архиважно. Это и есть такая вещь, как пользование справкой. Да? То есть, пользование справкой. Нельзя все запомнить. Но когда мы начинаем изучать два языка и, ребят, смотрите, важный момент. Пользование справкой, в принципе, когда, сейчас я подумаю, сформулирую. Смотрите, более подробно. Например, сейчас я показываю, как писать социальную сеть на Джанго. То есть, мы пишем, я говорю, к примеру, сейчас социальную сеть и делаем эти уроки. так вот, при чем здесь это? Но ведь это не могло ни из чего, ведь все состоит совершенно из конкретных вещей. и, допустим, для начала, чтобы писать ту же социальную сеть, я четко понимал, что мне надо правильно работать с сейчас, я вижу, что не так. Джанго форенкей, да, то есть, я, у меня уже была осведомленность, я до этого, когда изучал Джанго, работал и понимал, что есть отношение многие к одному, то есть, выбор пользователя из многих одного пользователя, да, это и называется форенкей. Если бы я ранее этого не знал, то я бы не мог себе задать вопрос, а из чего я буду составлять свою соцсеть, то есть, мне надо действие определенного пользователя, да, который может написать записи, можно будет определить. Так вот, это и есть пользование справкой. То есть, когда вы понимаете, что вам нужно, можете легко найти, а как это работает. Но, все это не берется ниоткуда. Пользование справкой вообще это и есть залог успеха программирования на любом языке, потому что, когда мы понимаем, чего мы хотим, и, это архиважно, ребята, и как это спросить, ведь ответы в интернете есть все. Но, для этого мы всегда можем набрать. Но, пока у нас не началось вот этот процесс осведомленности об устройстве языка, мы всегда будем ограничены. Осведомленность об устройстве языка, как я говорил, она не может, допустим, появиться, когда мы изучаем один язык. Нет, ну, по сути дела, логически, но этого не происходит сразу, да, что мы понимаем, что язык состоит из типов объектов, то есть, там, строка, список и так далее, что есть какие-то операции, что есть классы, что классы в себя включают там наследование и так далее, и так далее, и так далее. Но, когда мы изучаем один язык, все это однобоко. Когда мы изучаем два языка, нам приходится сравнивать. А вот, где есть сравнение, ребят, смотрите, сравнение, то у нас начинает осведомленность и включаются сами собой такие вещи, как интерес, внимание, а как это происходит. Мы начинаем раскладывать материал по полкам, потому что хочешь, не хочешь, если мы написали код ту же строку на Python, потом ту же строку на Kotlin, то в конце концов мы разложили, ага, и там, и там есть строка, и это важно. Конечно же, получается следующая картина, что, конечно же, мы должны писать код, как метод брать, я рекомендую изучение двух языков. в результате, в результате обязательно присутствие в определенном сообществе, в определенном сообществе, где вы идете по шагам, потому что в интернете много материала, но зачастую он разбросан. Я делаю школу с простого к сложному. Грубо говоря, чтобы мог изучать язык, человек, там, я знаю, что мне писали родители, что вот их ребенок там 6 лет изучает язык по моим урокам. Это правда. Но нельзя же прийти сразу, вот допустим, сейчас я даю уроки по созданию социальной сети. Нельзя к ним прийти просто, как зачастую спрашивают, а надо ли изучать Python. Если мы изучаем Django, обязательно изучать Python. Но если вы не изучите Python, то что будет происходить? У вас это будет не строка, а просто одинарная кавычка. Ой, не поставил одинарную кавычку, но ведь это ужас, ребят, какое же это программирование. То есть для меня, когда я смотрю, это строка, потому что я вижу одинарные кавычки по бокам, я понимаю, что в Python так обозначает строка, и для меня это просто строка. А если вы не будете изучать Python, то для вас это будет не поставил одинарную кавычку, но ведь это же неправильно, согласитесь. Для меня мельдвейры это список, который содержит строки. В котлин, в котлин, в котлин, сейчас мы посмотрим, вот для меня это массив строк, это то же самое, строки в Python, только здесь это массив строк, в Java, я вижу, что это array массив, string это строки, то есть именно так выводят данные котли. При этом для меня и для вас в будущем это не будет вызывать никаких сложностей, потому что строки есть и там и тут, на самом деле сложно только на первом этапе, но этот первый этап лучше преодолевать сначала, когда вы разбираться, еще раз заостряю внимание, наверное, много говорил, еще раз скажу, что вы начинаете, у вас начинается процесс осведомленности об устройстве языка, вы его изучаете на реальном опыте и начинаете приобретать действительно правильно пользоваться справкой, но конечно когда вы находитесь в сообществе и изучаете по порядку по порядку где-то не по порядку вы можете только начать с того, когда вы четко понимаете из чего состоит язык и что искать в другом языке например, когда вы четко понимаете какие бывают функции там, что они бывают первого уровня, то вы просто можете открыть язык, который вы не знаете, но вам нужно посмотреть в принципе а что там есть функции и вам станет уже понятно если вы раньше понимали что такое функция первого уровня и там будет написано в этом языке там бла-бла-бла например это функция первого уровня и для вас не надо больше изучения вы четко понимаете как это работает но ведь это пришло не само это пришло из того что когда вы будете изучать именно два языка вы начинаете это а в этом такая то есть что включает само понятие начинает приходить именно туда что они то разные эти все функции да хотя в принципе понятно что и там и там и там функция это маленькая программа закончена которая нечто делает да но это основной строительный блок и так я и так много рассказывал не знаю удалось мне донести я говорю что я даже думал писать этот урок или нет но все таки сейчас я итог подведу такой и так ребята при изучении языка подумайте да а как понаблюдайте за собой а как вы сохраняете информацию в конце концов все равно работайте в этом направлении а как эффективнее запомнить да зубрежку мы отбрасываем для этого у вас должны быть некие свои методы и вы ими ребята каждый индивидуально пользуйтесь всю свою жизнь на самом деле вы же ведете определенную социальную жизнь и постоянно что-то запоминаете и если вы спросите себя то вы как-то это делаете это сто процентов просто надо вспомнить и подумать так вот а я единственное ваш мир хочу внести такие вещи что расставляется конкретно в мире программирования все по своим местам когда мы начинаем изучение двух языков по сути дела когда мы начинаем изучение двух языков и ставим во главу угла изучения двух языков во главу угла написания кода то все остальные пункты которые упоминаются в таких вещах как эффективное запоминание они расставляются у каждого по разному но расставляются автоматом почему потому что у нас идет осознание на реальном опыте мы вынуждены сравнивать а значит мы начинаем подмечать мелочи вот именно если бы я не знал несколько языков то я бы наверное не обратил внимание моя задача сейчас как преподавателя допустим написать я это сейчас сделаю после урока что переосознайте инициализацию чтобы раз навсегда закрыть это понятие а как это происходит в Python а как это в Kotlin я четко понимаю что вопрос инициализации объекта будет закрыт при этом это еще не все это не значит закрыт а это понятие попадет в внимание изучающего человека и он будет понимать уже на автоматическом уровне инициализирован объект нет он будет принимать ошибки и так далее поняли да ребят каждый возможно вынес что-то свое не судите строго но я попытался рассказать именно такой может философский но основной практический способ который я использую в школе спасибо для тех кто начал с этого видео описание то есть ссылки в описании будут на сайт spb-tu.ru и на второй сайт на сайт Kotlin начните с первых уроков быстрый старт попробуйте с Android Studio попробуйте с Python и все будет нормально спасибо за доверие сайт 2 4 4 5 5 6 6 7 8